Всем привет! Я Женя, а это Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, нарисованные при помощи приложения Fieldbrush для HTC Vive. Получились они, конечно, круто! Настоящий шедевр. Но это не все интересные новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Зачем журналистам New York Times выдали панорамные видеокамеры? Где скачать шутер Arizona Sunshine? И какие виртуальные плюшки снова приготовила компания Google? Google создала сразу два виртуальных проекта WebVR и VR Services. Все это приурочено к выходу виртуальных очков от Google Daydream View. Кстати, они уже появились в продаже. Google сообщила, что скоро компания планирует выпустить публичную версию браузера Chrome на Android с поддержкой WebVR. Это платформа для погружения в виртуальную реальность при помощи браузера Chrome. Официальный релиз запланирован на январь. Скорее всего, приложение будет доступно только на смартфонах Google Pixel. Но вполне возможно, что программа будет работать и на других гаджетах. Также Google запускает еще одно виртуальное приложение. В магазине Play Store появилась Google VR Services. Программа необходима для подключения гарнитуры и для воспроизведения игр, видео и другого виртуального контента. Кроме этого, Google сообщила, что планирует выпустить еще несколько виртуальных очков в новом году. Молодцы, да и только! Тем временем, создатели виртуального шлема HTC Vive заключили выгодный контракт с крупной сетью отелей. Спросите, что общего между гостиницами и виртуальной реальностью? Смотрите, узнаете. HTC Vive и британская Intercontinental Hotels Group теперь партнеры. А клиенты гостиничной сети получат возможность посмотреть, как выглядит их номер, не выходя из дома. Конечно, если у них есть виртуальный шлем HTC Vive. Ну а те, у кого его нет, тоже не останутся без приятного бонуса. В Китае в отелях данной сети будут размещены специальные виртуальные зоны. В них гости смогут скоротать время, пока ждут заселения. В дальнейшем за отдельную плату клиентам даже предоставят возможность попробовать HTC Vive, не выходя из номера. Если турист захочется играть в одиночестве, оператор придет к нему в комнату и за считанные минуты установит виртуальную систему. Причем настолько, насколько гость пожелает или выдержит. Не останутся без виртуальной реальности и те, кто просто любит почитать газетку. The New York Times раздала своим корреспондентам камеры Samsung E360. Теперь они будут освещать интересные события мира в прямом смысле слова со всех сторон. Сотрудники The New York Times будут радовать мир контентом в формате 360 каждый день. Проект так и называется The Daily 360 и создан в партнерстве с компанией Samsung. Также не остались без новых технологий и фото-журналисты. Теперь они будут делать панорамные снимки для иллюстрации интересных новостей. Издатели уверены, журналистика в формате 360 станет новым словом в индустрии. Не исключено, что через пару лет многие известные сайты, газеты и журналы обзаведутся специальными каналами, где будут транслировать подобный контент. Также отрасль пополнится новыми специалистами. Так что если вы журналист или фотограф, быстрее осваивайте технику для создания панорамного фото и видео. Новым видео порадовали и создатели хоррор-игры «Сирен». В сети наконец-то появился полноценный трейлер игры, из которого все понятно. Тизер был не очень впечатляющим. Видео выпустили сами создатели, британская студия Hammerhead. И оно по-настоящему завораживает. Графика на высоте, да и сюжет хоть и немного избит, но все равно интригует. Страшные сирены, монстры, созданные в лаборатории, выползли из клеток и ничего хорошего ждать от них не стоит. Они жаждут крови и убийства. Кроме того, подводная станция-лаборатория вот-вот взорвется, поэтому из нее надо выбираться, не попав на глаза жутким тварям. «Сирен» — хоррор на выживание, а еще и головоломка. Жаль, пока неизвестна дата релиза. Но самое хорошее, что «Сирены» будут доступны сразу на всех платформах — на Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR. А это новость специально для девушки, которая нам звонила и спрашивала, где скачать новую игру Arizona Sunshine. Дело в том, что демо-версию игры с большим трудом можно было найти в сети, пока ее не выпилили с неофициальных сайтов. Теперь тратить время и переживать не нужно, надо только немного подождать. Игра выйдет 6 декабря 2016 года. Пообивать зомби можно будет при помощи Oculus Rift и HTC Vive. Поэтому она появится сразу на двух площадках — Steam и Oculus Home. Дорогая любительница зомби и все остальные наши зрители, внимание, до 6 декабря ее можно будет приобрести со скидкой 15%. Если купить игру по предзаказу, можно еще и получить фотографию композитора игры для шлема, обои на рабочий стол и концепт-арт. Не знаю, кому это нужно, но все же. Кто не в теме, Arizona Sunshine — это крутой зомби-шутер с 25 видами оружия и режимом мультиплеера. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и мы расскажем про те новинки игры виртуальной индустрии, которые интересны лично вам. Главное, будьте активны и не стесняйтесь. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok